Привет, меня зовут Кирилл Рыбасов, я президент компании Мультифинанс. В этом видео я хочу вам рассказать о том, как же проверить, действительно ли конкретный водитель вписан в полис ОСАГО. Когда это вообще вам может понадобиться? Ну, допустим, при наступлении страхового случая, либо полиса нет под рукой, и вы переживаете, ой-ой-ой-ой, что же делать, действительно ли все в порядке. Или полис есть, но у вас есть какие-то сомнения, что-то там не то в этом полисе, действительно ли человек вписан в страховку. Ну, для этого нам понадобится, конечно, перейти на сайт Российского Союза Автостраховщиков, РСАГО. И, ну, давайте я прям сразу зайду, с самого начала вам покажу, как это можно будет сделать. То есть, заходим на сайт РСА, РСА, пишем так, так в поиске и пишем, РСАГО, Российский Союз Автостраховщиков. Сайт будет автоинш.ру. Далее нам потребуется, ну, у меня тут немножечко интернет моросит, потому что загружается, большой файл. В общем, заходим на страничку ОСАГО, нажимаем кнопочку ОСАГО, дальше сведения для страхователей потерпевших. И нам надо будет вот такая вот ссылка, раз, два, три, четыре, пятая получается по счету, раз, два, три, четыре, да, пятая по счету, сведения для потерпевших. Давайте побольше сделаем. Сведения для потерпевших и других участников ДТП о наличии действующего договора ОСАГО в отношении определенного лица или транспортного средства. Заходим, 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 заходим по этой ссылке и у нас будет следующее, да, следующая информация, которую нам нужно будет ввести. Сейчас я найду, у меня здесь подготовлено. Нам нужно будет ввести либо ВИН, либо госномер, либо номер кузова, либо номер шасси. Ну, в нашем случае мы упрощаем, вводим просто регистрационный знак автомобиля и вводим специальный код. Ну, вам, может быть, его не видно, будет этот специальный код, я покажу так на большом экране, G7-54. Просто вводите, нажимаете кнопочку поиск. Так, дата, а, еще нужно поставить дату. Ну, давайте дату на сегодняшний день. Ставим дату, опять же возвращаюсь, нажимаю поиск. Нажимаю поиск и что у нас? И у нас есть результат. У нас есть результат, автомобиль застрахован, два полиса даже у нас выскакивает. Давайте теперь смотреть серия водительского удостоверения. То есть, нам здесь понятно, что этот автомобиль имеет, обладает полис. То есть, на текущую дату есть полис ОСАГО. Серия водительского удостоверения. Теперь вводим серию водительского удостоверения. Для чего? Для того, чтобы понять, а конкретный водитель вообще вписан в эту страховку или нет. Соответственно, нам сейчас надо будет найти конкретный номер водительского удостоверения. Давайте его сейчас вводим. И, опять же, наш волшебный пароль. Нажимаем кнопочку «Проверить». Так, видите, я неправильно ввел, потому что сначала идет серия, потом номер. Они все вместе. Нажимаем «Проверить». И какой результат? Водитель с указанным водительским удостоверением допущен к управлению транспортным средством в рамках договора ОСАГО, выделен в таблице. То есть, что имеется в виду? Что этот человек действительно вписан в эту страховку. Мы можем здесь задаться вопросом тогда. Если у нас есть номер полиса этого человека, то у нас мы, например, смотрите, как получилось, что мы ввели номер регистрационного знака, то есть у нас эта информация была, мы увидели аварию, ввели регистрационный знак, мы получили номер, номер полиса. И мы получили информацию, что этот водитель вписан. Поэтому мы спокойно можем уже при заполнении бланка использовать вот этот номер на месте ДТП и, соответственно, вписывать туда, в извещение ДТП, вписывать туда необходимую информацию, то есть номер и серия договора ОСАГО. Все, друзья. Если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, ставьте лайк. Если вы хотите посмотреть еще больше видео, то подписывайтесь на мой канал. Меня зовут Кирилл Рыбасов. Я президент компании «Мультифинанс». Всем удачи. Пока-пока.